Здравствуйте! Ученики часто спрашивают по поводу регистратора. Нужно покупать регистратор, не нужно покупать новичкам? Нужен регистратор, не нужен? То есть, понятное дело, что регистратор регистрирует всё, что происходит впереди вас. То есть, он может вам помочь если будет ДТП какое-то, не по вашей вине. У вас будет камера, скажем что-то оббежал, прыгнул вам на капот. И потом говорит, что вы его сбили. То есть, камера это снимет. Либо, если, примеру вы стоите на горке на вас туда покатился какой-то бут тоже понятное дело камера снимет и вы сможете доказать что не вы в него въехали сзади а он на вас покатился вы стояли то есть понятное дело для этого и вешают регистратор для чего еще новичку нужен регистратор в основном опыта мало скажем едете вы где-то на перекрестке стали у вас знак только прямо вы это не увидели пытаетесь повернуть вам задние сигналят вы не можете понять чего они вам сигналят знаки уже все наверху потому что вы стоите на перекрестке вас засигналили вы там с перепуганным лицом там уже более-менее там как-то уехали с того перекрестка и думаете шо ж там такое было что-то меня так сигналили все кричали и что-то от меня хотели шо ж там такое было вот для этого вам поможет регистратор вы придете домой сядете спокойненько либо вы где-то отъедете снимите регистратор и посмотрите что ж там такого было нам перекрестки шланта так сигнали ли там кричали чего-то чтобы не так сделали вы грубо говоря пришли домой сели включили регистратор и вернулись в прошлое да то есть вы посмотрели что же там происходило том перекрестке либо в какой-то перекресток вы проехали не помните и там был поворот налево не было поворота налево можно там было проехать или нельзя включаете тот же регистратор и смотрите а я вот там проезжал и вот здесь вот оказывается знак стоит только прямо либо с крайнего права нужно поворачивать направо либо с двух рядов можно повернуть направо. То есть, вы возвращаетесь, грубо говоря, в прошлое и смотрите по тому маршруту, где вы ехали, куда там можно поворачивать, на какой улице и как вам там себя вести, чтобы вы заранее в следующий раз как бы не накосячили что-то. Также многие спрашивают, какой фирмы лучше взять регистратор, какой взять регистратор, там смотрите по деньгам. Когда будете выбирать регистратор, я вам не буду никаких фирм называть, смотрите по деньгам. То есть, к примеру, вы определились по цене, по качеству, берите, конечно, Full HD, чтобы хорошо снимал, в хорошем был качестве, потому что если вы возьмете какой-то дешевый, потом вы будете смотреть, там вообще ни номеров не видно, вообще ничего не видно, то есть, непонятно, зачем такой регистратор. То есть, берите более-менее с нормальным качеством. Если вы хотите узнать, как он снимает этот регистратор, хорошо или плохо, вы же не знаете, вот он на витрине лежит. Заходите в интернет, прописывайте, вот пример, вы нашли какую-то модель определенную, там, модель, там название и модель, фирма и модель. Прямо вбиваете обзор, либо просто вбиваете на ютубе. У всех, у кого есть регистратор, они уже давно все повыкидывали эти видео с регистраторов в интернет, то есть вы сможете посмотреть не только одну камеру, там люди снимают и ночью, и днем, и когда только они снимают, и солнечную погоду. То есть, они тестят их. То есть, не то, что, как бы, обзор какой-то, да, именно продажный, там, скажем, да, какая-то компания продает, они сделали обзор. Именно люди в реальных условиях повесили регистратор, сняли и выкинули это в интернет. То есть, по вашей модели, любую модель, вы возьмите, там, 3-4-5 видео, вы найдете, вы посмотрите, как он снимает, в каком качестве. Подходит вам это или не подходит. Конечно, лучше брать с большим углом, то есть, смотреть, там, да, там, скажем, чтобы у него был угол обзора большой. Чем больше, тем он больше захватывает. Потому что, скажем, у меня вот сейчас снимает вот эта вот камера, на которой я сейчас снимаю, это, как бы, экшн-камера SJ5000. То есть, она такая, угол обзора у нее большой, и тут стойки, если посмотреть, она их немножко загибает. То есть, для видео, если вот так снимать видео, то, вроде, оно как-то не совсем подходит, потому что оно получается снимать, как регистратор. То есть, получается такой эффект кошачьего глаза. Но, если это для регистратора, вам нужно, чем больше охватить, как бы, дороги, тем лучше. То есть, поэтому, для, скажем, съемки, как бы, какого-то видео, то, что оно лупатит, вот так вот загибает стойки, оно, конечно, не сильно красиво смотрится. Но, как бы, для регистратора, когда он хороший угол у него, то есть, это хорошо, чем больше нахватывает, тем лучше. Смотрите, кстати, с чем я столкнулся в процессе эксплуатации То есть вы понимаете, что регистратор Оставлять постоянно на ночь в машине Как бы нельзя, потому что его могут просто украсть То есть разобьют стекло И украдут регистратор Если у вас, конечно, машина ставится где-то на стоянке Постоянно в гараже, то, конечно, можно его не снимать Но вообще при покупке Смотрите на то, чтобы он легко снимался То есть смотрите, к примеру, кабель вы откинули Сняли и ушли Видите, то есть осталась только липучка В принципе, липучку, понятно, никто воровать у вас не будет Пришли, точно так же его поставили Подключили Все, чтобы это было быстро То есть я ухожу с машины, я панель снимаю Снимаю панельку, кидаю ее, по крайней мере, в бардачок Чтобы не было видно, что если в салон туда заглянет Чтобы здесь было чисто, ничего не было Чтобы не привлекать внимание воров Поэтому при выборе регистратора тоже смотрите, чтобы он легко снимался Также, конечно, как вариант Вы можете, смотрите, в зеркало Многие, покупая зеркала, меняют То есть они либо накладываются сверху Либо полностью зеркало меняется И здесь есть встроенный регистратор То есть бывает встроенный регистратор И сюда еще можно камеру на него выводить Но они так немало стоят То есть они тоже такие недешевые Я тоже, когда смотрел, хотел купить себе Тоже думаю, куплю зеркало Чтобы поменять зеркало И сразу в него был встроенный регистратор Было бы удобно, не приходилось бы постоянно вот это снимать Одевать его То есть это как бы, ну, на самом деле напрягает Вот это снимание, одевание с этим регистратором носиться То есть в зеркале, если будет встроено Это идеальное, конечно, решение Особенно если сюда можно будет вывести еще и камеру Если вы захотите поставить камеру, чтобы какой-то дополнительный монитор не покупать То есть купить камеру сзади, поставить она стоит, там тоже недорого камера И вывести ее сюда, и у вас будет решение как бы сразу И регистратор, и зеркало, и камера, и все одно То есть это очень удобно Если вы, конечно, планируете использовать регистратор не только в качестве регистратора То понятно, зеркало-регистратор вам не подойдет И обычный регистратор тоже Вам нужно лучше использовать тогда экшн-камеру Потому что экшн-камеру можно использовать также в качестве регистратора То есть можно использовать и в машине как регистратор, и, скажем, снять какое-то прикольное видео. Примерно такое, как я вам сейчас покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, информация будет для вас полезна. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Также можете добавиться в группу ВКонтакте. Я внизу в описании сделаю ссылочку, можете перейти добавиться. Также у нас появился Инстаграм, можете переходить по ссылочке, смотреть фотографии, смотреть какие-то маленькие тизеры. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok